мы с вами остановились на нужно четвертой главе такая большая история про то как описывается в книге судей дважды история одна и та же описывается в этой книге потом дается цитата какая-то древняя песня мы с вами смотрим это этого война против война дебор и барака против сестры военачальника самого царя царя хацор мы становимся прошлый раз на пятнадцатом стихе вот здесь здесь у нас в этом дворе двора она ему сказал вставай взягаём ашернатан гошем сисра бедыха день когда когда господь отдает сисру в свою руку алла гошем я царь и фанеха от господь какой перед тобой в я ред барак махер того махер товары спустился барак звери товар мы обсуждали что принципе чем там дело непонятно это горит все зависли не слышно а не до того меняется а да 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 знаете что произошло мне позвонили сейчас происходит мне нужно сделать так что меня было видно наверное уже сейчас начинают вот теперь видно интересно если способ прекратить звонки во время нет не должно было потому что происходит происходит даже свет себе включу вот сейчас я делаю делаю я самый шеринг вот он идет туда зашел за горы с горы товара с ним десять тысяч человек и тогда говорится ваяхом сисра я вам это какой бы шум и беспорядок до все его все его колесницы и весь его лагерь лихий хэр лесный барак довольно странная фраза да то есть он как бы привел беспорядок или нашумел а потом говорится лихий хэр от меча баракова вот так это примерно приведено только переводится немножко более прилично выглядит тогда господь привел замешательство сисару и все колесницы его все получения от меча баракова да ты тут уже не очень понятно что происходит в реальности и сошел сисара с колесницы своей побежал пеший такое ощущение как будто они напали на лагерь а лагерь в этот момент спал или что-то такое очень не был готов к битве и они его разгромили и а сисара сошел однако с колесницы вроде бы он был готов воевать а почему забежать пешим если ты на колеснице не поехали на колеснице вроде как лучше да вообще ничего не понятно с этим у варак рада в ахареи ареса в ахареи а маханы а варак преследовал колесницы и ополчение то есть вот эти колесницы они все время куда-то убегают ополчение бежит барак их преследует от хороших ногу и до этого места которое называется хорошего где находился кто и сисры находился это все время находится в и поле коль хамаханы сисра люди херов лоне шар отдыхать все ополчение сестры напала отмечание осталось отдыхать и задание не афтаха нет это переводится а до 1 вот то есть вот какая такая непонятно в каком жанре нам все это рассказывать комической истории виноват исторический такой серьезный рассказ в оси срана стара глава а сисры побежал ногами своими пешком эль огэль яэль прямо он подержал в этот самый шатер яэлэ эшит хэвер га кэньи он бежит к нему потому что он его союзник вот и вот тут возникает тема которая довольно интересно смотреть он берет него потому что союзник да вот это яэль или вот это яэль или крат сисры вышла яэль на встречу сисры ватомыр эла сура адони сура элай аль тира и говорит ему заходи дорогой заходи господин мой не бойся она его фактически туда приглашает свой шатер твой ассар или и он загнул к ней а она не к ней в этот самый шатер в этой косы губы смеха чему она его покрыла одеялом спрятала может быть не очень понятно пить до ночного покрыл один действие довольно интересно мы увидим что там есть дополнительный смысл ты судя по всему он прибегает чудовищно усталый и очень устал и она ему говорит вайомар вайомар или а и он говорит ашкини нам и отмай на по имени немножечко водой из реки сам эти потому что я жажду в этифтах это нод и как вам интересно голосова да ты должно быть в принципе не отбыл а она голосова но отличная лишняя нечто очень много лишнего это что написать слово но если мы уберем эту вот точку с над которая как бы дает нам холл м катан рядом с нуном то в принципе здесь еще одно и получается но от но как бы это ни было как бы его не писать но в любом случае это мех то есть мех в котором хранят вино там молоко кефире не на что нод и халал в ташкэгу ваттэкосэгу ваттэхосэгу она напоила и накрыла то есть он попросил воды она налила и она ему дала молока с тем чтобы он видимо заснул то есть ее действия по накрывание его по укутыванию и вы по напаиванию его молоком они возможно направлен на то чтобы его шипить твоём или а а мод петах а уголь а мод вообще муж мужской рот а мод должно было быть амди и да да значит тут как бы вот почему так но может быть имеется ввиду как а мод как абсолютный инфинитив тогда получается и он сказал ей стоять в дверях а вот это холл выгая им еще его если кто-нибудь придет уж олег уж элег в амар то же самое здесь видите в амар и ты мужчина скажешь а ешку а это он сказал это он придет он придет и скажет а если только какой-нибудь мужчина ты скажешь ваттэках я эль эшэк хэгра она взяла кол кол или колышек этого самого от шатра ваттэсэм это маккэвит маккэвит видите у нас есть писание этого слова пока это видимо молод но вообще-то маккабим они там скорее кав используется но не вошло в резкое писание поэтому твердо не знаю я там буквы используют маккабим на вписании есть два разных порядка описания этого слова через кав и через кув поэтому вносишь получается что она взяла молот видимо тут могут как раз эти колышки в землю при установке шатра и сбивают да я дам свою руку вот того и лав балла и подошла к нему тихонько ваттэка это я т.б.р. кота и вбила ему этот колышек прямо в его висок вот и цеба в эти снах баарис и он опустился на землю то не почему-то переводят что приколол его да он просто например в английском периоде не на видимо имеется ввиду что это не он упал не а что колышек прошел в его не рда вы а ем твоя макс и его яма и он с как а он мир дам как бы он заснул засыпал или тримал и усталый и он как бы во сне умер и заметил в единый барак роды с сестра и вот барах гонится за сестры вот и c я или кротой вышла вот теперь я на встречу ему такая девушка которая сама встречу ваттэм эрло лэхс вэ ар-эка эдгаиш ашер атамы вакэш сказал ему иди я покажу тебе человеку которого ты ищешь во его или а вы гены сисра но фэль мэд он вошел к ней и вот сисра лежит мертвый бэгая тэд баракатон и кошек или кол в его виске значит ну и дальше значит подводится итог вайкана илугим интересно что то есть пользу слова илугим а не шторы буквы на имя которая до сих пор фигурировала бэйюн багу эд явин мэлык на англиф ней бней сраэль он его смирил пересом этих самых сыновей израэльвых ваттэлых яд нэй сраэль халох вэ каша и становилась рука израиля все тяжелее аль явин мэлых на ан над явином царем хананским ад ашер их риту от явин мэлых на ан пока они не истребили я не понимаю как можно истребить царя но в общем они его постепенно победили если мы подведем итог к тому что мы до сих пор прочли то мы увидим может две совершенно разных истории одна история о том как мы замечательно разобрались невином под руководством господа через его пророчество дебору через воина барака но в этой истории очень много как украины страны там залезают на гору товар не с того ни сего потом спускаются с ней совершенно не описано битва она какая-то странная там они как-то напали нам непонятно то ли они напали на них когда они еще не были готовы к битве и таким образом еще что-то такое с ними сделали каким-то образом убегают и вот у нас есть странный эпизод да то есть вдруг появляется крупный план и нам показывают как гибнет сиса и кроме нам сообщают что фактически все войско сисры полностью уничтожены последнего человека а вот потом нам конце сообщает что только начало война была долгая там пока били этого несчастного явина но это все не описывает только одна битва и она тоже не описывается то описывается подробно это как убегает этот самый убегает сисры и как его ловко заманивает свой шатер его в общем-то союзница или жена его союзника это я или как она его там коварнейшим образом убивать мы посмотрим на эту историю не есть определенная 7 в обоих случаях героинями являются женщины до дебора как женщины которые побеждают битве и это самое я и которая обманом заманивает сестру и его там приканчивая при этом никакой необходимости допустим если бы он там просто спал когда пришел я вен когда пришел к общению барак то он был бы сам спокойно его арестовать или убить разорвать его на части но я пошла убить свою собственную руку своего союзника у нас есть еще пару мест по крайней мере одно мне точно хорошо помнится какие-то маячат более как-то неясно когда мы восхваляем предательность да но вы знаете да о чем я говорю это предательство этой самой блудницей до в обоих во всех этих историях присутствует элемент блуда значит тут блудница рахав которая предала свой народ и лечиться спустила израильтян в ерехо и за и спаслась самая была спасена ее семья и потом они стали частью израиль это воспринимать как величайших величайший подвиг придать свой народ и перейти на на сторону здесь это очень не менее ярко происходит это прям вам говорится что между ними мир это вообще-то не кухры-мухры потому что между ними работают законы гостеприимства нарушить законы гостеприимства в древнем мире было очень серьезным моральным преступлением которое совершает им очень кого я поладил да то есть это довольно странная вещь то есть какой жанр рассказа и почему на первый план выходят эти две женщины одна из которых прямо говорит что я кажется вы пойду но тогда поверьте станете женщине а другая просто просто торопится убить своего бывшего союзника стану что уполизации своим другим друзьям а может быть будущем друзья в общем они такие решительные эти дамы и в общем то все остальное там вот этот мужской военный фон он дан довольно таки функтирный непонятно а вот действие женщин очень мы конечно догадываемся судя потому что они поднимались на горе по другим признаком что история была какой-то другой прежде чем она вошла в наш сборник возможно что там участвовали другие боги которые приносились жертвы на горе тавор и морги даже и тот же самый бог на котором приносил которого приносил жертва на горе тавор но в общем в любом случае тут есть более поздняя ставка более поздняя рама это рама которая который всегда стандартными и легко узнаем о том что вот сценария израиля или себя плохо господь на них разгневался он отдал их в руки какому-то злодею а потом начат они назвали и господь устроил легкую победу уже видели еще увидим эти легкие победы потому что победу на самом деле в вообще в военной философии танаха они не с реальными действиями участия господь дает да господь дает победу господь забирает победу кони там колесницы не играть никакой вообще роли и в конечном счете это тоже как всякая ложь сыграла очень печальную роль в истории реальному что мы видим что периодически мы достаем против какого-нибудь сильного противника как раз так когда она может подождать пожить и подготовиться или вообще не восставать против римлян против ассирийцев против вавилонян но только против персов и только против греков мы восстали успешно но там была действительно успешная ситуация потому что сами греки начали быть уже ангажированы в своей борьбе с римлянами им было очень тяжело то есть как бы тут эти все вот перечисленные восстания против сирийцев и против голонян и потом против римлян они были абсолютно бессмысленные что было понятно что силы не равны но поскольку клик книга утвердает что побеждает не конь и не колесница и не армия и не меч а господь то собственно говоря черт дать подойдемся победить вот и мы в общем наблюдаем что сейчас у нас еще такие настроения это что касается того но вместе с тем какое у меня есть ощущение я не могу серьезно доказывать потому что текст недостаточно для этого цельный никто не другой стороны что не чтобы это доказать чтобы это провернуть у меня ощущение что может быть в этом рассказе был элемент юмора что вот там этот сисра очень смешной да он там падает к ногам этой мощной красавицы я или которые прокалывает колышком он был такой великий воин и он палатки женщины это кстати вообще тоже встречающийся несколько раз мотив например царь первый израильский царь между прочим про которого обычно все забывают это царь один из сыновей гидона про который мы будем читать в этой книге довольно скоро он погибает и женщин как он начало время осады какая-то женщина сбрасывает на него жерну и подчеркивается не тот факт что он погиб потому что у него сбросили жерну ну понятно даже мотива лечь может быть женщина одна стыда может его даже не говорю поднять на стену но сбросить даже ставится как выбрали каменные жернова то есть в общем это потребуется общем примерно так человек 20 мужчин чтобы сбросить жерну очень какая-то женщина сбросила на него шерну и он погиб насмешка над героем что вот его жизнь не очень правильно и не совсем и совсем не неправильно с точки зрения сюжета она кончается таким бесславным образом муж не должно погибнуть от руки женщин сестра то же самое дал он великий воин судя по всему но там колесницы он самостоятельная величина в этом очень большом и серьезном государстве он погибает но когда вы думаете такие истории комические истории про гибель там когда мы сами терпим поражение на поле битвы мы придумываем историю о том как женщина легко начать просто победила наполеона я не могу вспомнить такой истории но принципе нет кажется что покори возникают такие истории в которых это является компенсации компенсации то есть реальные борьба не мы проигрываем зато мощно здорово выигрываем литературном шуточном изложении мы все понимаем что это шутки на самом деле собой по-другому и вообще не было и наоборот сестра нас там страшно в течение 40 лет мучил и ничего не смогли ему противопоставить и вдруг мы расскажем такую историю нас нас на загорода вещи на душу у меня такое ощущение потому что в этой истории как-то не очень ощущается какой-то не был исторический реальный фон но есть очень такая какая-то вот насмешка погибает эти женщины а нравственный высокий план о том что она предалась там договор нарушила это забывается но у нас на самом деле есть еще один текст на эту тему и этот текст этой песни дебур еврейского священного писания вот мы с этим поздравляю и вы сейчас увидите как отличается текст действительно написано 12 веке или вроде этого 13 веке от текстов остальных которые написаны контакты но большинство очень много непонятно окей значит начинается это следующих слов пока шар двора и воспела добора у варак бена вино и варак сын венома прием кого дыма ну очень может быть что вот это вот и и варак там вместе с него изначально только на вас довольно часто бывает когда мы добавляем героя которые собственно горят из барак он там довольно смешно выглядит вообще ничего не делают всю жизнь но необходим потому что почему-то он необходим потому что нужен мужчин который вел войск а вот в общем они нам вместе воспели точно так же произошла история когда мужа воспевает песню на при после перехода по дну черного моря в принципе я уверен что первоначально песня принадлежала мирием потому что это было дело женщин эти песни когда приходили воины там они там встречают их с песнями с тимпанами там ты с цимбалами и всякими там бубнами и поют им песня о героизме это скорее женское дело но много раз встречаем образ женщин которые встречают воин попоют а что воина пели там что-то не очень но как бы то ни было это приписано маше потому что оказалось в общем она вложена в его уста а потом дописано что и вышли женщины вместе с умельян и с этими всеми музыкальными инструментами и воспели и и дается две первых строчки этой же песни из кого-то они повторили за мужчинами подрываешься первоначально все было наоборот это они воспели рим под потом начаться как бы дальнейшей доктора решилась на женщин петь такую важную еврейские диалоги и религиозной песню и они передали ее пророку и мужчинам а вот значит вы здесь тоже самое происходит здесь поэта дебора ног не прибавлен самый барак нигде не сказано что ты что барак поэт или что он что он пророк что в общем-то в терминологии писания почти одно и то же если не сказать совсем одно и то вот ну вот они там месяц или на работу что они поют то есть понятно что эта фраза сама по себе является шапка то есть нечто не чем-то что добавлено для того чтобы соединить этот этот текст текст песни с изложением которое мы читали в прошлом главе и так они поют бифро провод бы исраэль бегит надев ам бархуха шин вы посмотрите направо или налево на право русский перевод английский перевод а вы увидите что ничего не понятно просто сказать не щупают тиши темноту до бифро провод бисраэль когда значит все раз рассыпано провод это как бы беспорядки когда разража разразились беспорядки или когда происходили полные беспорядки провод есть еще понятие как бы непричесанных волос и всего того что непричесанной и не упорядочен израэль бегит надев ам когда народ значит это самое ну то что то что показывает ревения а он виллингере offer themselves да значит то есть они народ но это называется добровольно что-то делать добровольцы да народ добровольно идет когда народу когда народ доброволен барху ваша благословляйте господь что это означает не очень понятно когда значит народ что-то такое добровольно делает в то время как все рассыпано и непонятно и не упорядочен дальше шим у малахим слушайте цари газину роз ним преклоните уха князья аннухи ла хашем аннухи ашира я господу я вас вас пою а за мэра ла хашем я вас пою или сыграю может быть музыкальном инструменте господу богу израиль дальше возникает очень важный текст потому что он описывает нам выход господа не видели никакого выхода господа в прозаической части здесь мы видим с чем-то совсем совсем другим то есть это напоминает нам жанр салма когда в самом зачастую рассказывается исторический эпизод или эпизод который описан в торе обычно в салме это служит поводом для того чтобы указать господу как он здорово нас когда-то спасал и поудивляться почему он перестал это делать наши но здесь мы видим что здесь немножечко это может быть как-то по-другому немножко может чем-то это близко на очень только без историческое прям хмб цвет х миссы и бца от х мисс д и дом rs раша гам шама им на таву гам один над фу май когда выходил ты господи от сыра когда ты шел с поля и домского когда земля тряслась и небо капала и облака проливали у нас в туре нет в туре в танахе у нас нету упоминание о том что господь как бы погиблась с горой и дом значит тут дважды чтобы не могли ошибиться сказано что он исходит из горы сыр исходит из поля и домского и тогда земля трясется нам описание это больше всего напоминает нам описание резки и шума горы сина и когда господь там дает нам то значит мы видим что гора сыр в этом тексте который написан приблизительно 12 веке до нашей воспринимается нашим предкам как гора господней одна из них у нас есть еще один текст который говорит то же самое это текст это последняя песня маши в книге говорим который тоже является древним текстом который приложен гораздо более поздним прозаическому и дано все господь выходит от сила и он идет из поля и домского что еще что господь идет это может быть под можно понять это по-разному можно понять что господь собственно теле на идет и начать все вокруг трясется можно понять так что народ израиля идет и поскольку народ израиля это как бы тело господня то в любом случае как бы мы не объясняли оказывается что гора сыр была нашим нашей священной горой и мы предпочли об этом забыть но что интересно что вещи про которые мы предпочитаем не говорить мы все равно в каком-то месте обязательно в нем да и скажем это происходит буквально совсем вот весь вещи которые всячески замалчиваются даже прямо отрицаются где-то раз допишет и потом это сохраняется на века примеру является удивительный совершенно текст в конце книги шмуэля где описываются книги шмой как вы знаете есть не центральный эпизод это битва давида и голиафа где маленький и шустрый давид швыряет маленькие но осенький камешек в голову голиафа который весь покрыт и насчет как-то раз падает ровно туда куда надо и галявка пух и упал и умер вот а давид то значит то есть иначе говоря ну как ты без этого общения прям такой супер супер центральный эпизод который так любили все наши скульптуры живописцы донателло и микеланджело и сестры вот так вот представьте себе что в конце этой книги у нас имеется небольшой аппендикс в котором перечисляются герои давида его витязи которые вообще некоторые из них фигурируют в этой книге некоторые в первый раз последний упоминаются но они упоминаются со своими подвигами там например есть такой персонаж самый его зовут юга да я бы не в общем там то ли отчество его то ли он сам назывался и ухода и довольно любопытно что это их вическое йога яда йога яда я дабы на очень там двойное и хрическое имя довольно интересно что в семействе давида в семействе шауля семена очень скупо находится данный что это был негодяй судя по описанию страшный потому что он своими руками убил там сына давида царя принца адонию потому что царь соломон мой приказал сделать появился что тут будет претендовать на власть прямо прямо в храме он его убил запрещено пытался спастись держать за рога храм он был такой вот личный убийца царя соломон но он великий воин я сказано что он был одним из тех кто воевал кто кто и своими руками победил великан он победил там зимой в снег палкой убил великан то есть реальность описывается в этих вот в том числе там был один воин который победил великана голиафа там целый то есть небольшой кусок в перечислении подвигов этих самых этих витязей которые можно подразделить как битву с великанами и он убит но не давида другим человеком зачем это оставлять секции создал книгу как в центре которой это великое убийство нашему дорогому давидику да то есть это вот всегда происходит в священном писании еврейского где-то тебя обязательно откроют истина но только знаешь это она находится как смерть каще где-то очень глубоко да значит вот здесь то же самое но в принципе что им стоило убрать эту строчку и не было бы никакого прецедента буквально чуть ли не все священное писание написано для того чтобы показать что не имеем и никакого отношения никакому и дом мы наоборот мы их не на видимо они наши вообще на общем все нехорошо то есть этот элемент элемент братской ненависти на который построена книга берешит и которая имела вполне какие-то реальные основания какой-то вот нашей символической жизни символической истории сложена книги береши то есть два брата близнеца то есть два народа близнеца которые безусловно исходит из чего-то одного которые можно условно назвать из хак и которые никак не могут друг другу простить то что кто-то из них кого-то поработил сделал вот кто-то у кого-то украл первородство и кто-то у кого-то все тогда значит я вдруг выясняется мы нас не так забрасывают в немножко более ранний период когда сыр и это гора сыр гора и дома и вообще народ и дома это 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 место где господь обитает значит говоря возможно что он был что он был богом и что происходит дальше он говорит хорим на злу видный гошем горы но растекали стаяли от лица господа за синай и к ней хм и логий из этот сын ай перед лицом господа значит грязь и на здесь тоже упоминать на это вторая гора в гора господь не расскажет что то есть иначе грязь и на это некоторые станции на пути с ее символизирует религию наша которая уже освободилась верой в голос господа который приходится к россии но это мы искать как бы эти две строчки они вообще не нужны точки зрения сюжета почему это здесь находится дальше начинает наконец наша история про войну дыбор то есть начали это все сказано здесь по какой-то другой причине она взяты из чего-то другого какой-то огромные поэмы которые выпуски которые значит возможно это знаменитая поэма которая упоминается несколько раз становится называется подвиги господни или волк воины господни милхамад хашем несколько раз нам сообщают авторы различных книг что это описано в книге милхамад хашем на эта книга до нас не дошла представляете что было бы если бы какой-нибудь археолог откопал внезапно хотя бы часть этой книги она может где-то лежать в каком нибудь виде на камне высеченная или или на глине выжжены обожженные вполне на может сохраниться странно что до сих пор мы не нашли никаких документов архив иудейского царства архив израильского царства и любом эта песня вполне может быть но их нет этих архивов это я думаю что этот тайный сам сам самый самый горящий сон любого и близкого найти вот эти архивы потому что это текста про которые сказано из них есть несколько цитат но они не в принципе это не имеет никакого отношения к песне она здесь стоит не очень понятно зачем и учитывая это значит у кого-то была страстная страстное желание вот в это место книги заложить записку нам не верьте всему что я говорю потом в таком роде окей дальше начинается наша тема принципе вот как бы если взять этот кусочек и соединить его с и мы это сделаем заниматься с песней маши из благословения муж этого на древние текста то мы увидим как что это не совсем единичный текст есть текст и жарим благословение бил а вот эти четыре текста они показывают нам какую-то более древние религии более древние представления когда еще о чем-то можно было говорить таком о чем потом почему-то предпочли больше никогда не говорить да это нам что-то напоминает вот все такое чувство как будто я вот как бы слегка посчитал кусочки какие-то из докладов съездом стране ранних съездов кпсс это очень интересное такое чтение для всех кто хочет представить и что общество с россией произошло и все эти вот странные события выходит безумно дикие шутки и весь народ хохочет страшно кого-то он так тут он шутил и так далее вот в общем такие на этот раз не секречена литература существует как я ответил не секречен и пожалуйста читается священное описание и кто не все это прочитывают никто не потому что это как бы нет инструмента для того чтобы это воспринять и так переходим уже к другому времени когда господь исходилась там из горы сыр и сеной растекался перед его лицом и какая-то творчество творение мира до девыша мага дымей шамгар помните только что видели героя шамгара про которого фактически ничего не рассказали бэн анат бимэй я эль ведь является в качестве героини подобный шамгар ходлу арахот прекратились дороги ходлу арахот то есть дороги понятно что туда не было 50 дорог нашим престоле на какие-то были а тут они вообще выгул хэй найти вот и идущие по путям елху арахот околколод они идут окольными путями и что-то такое стало с нормальными путями и люди обходили ходу фраза прекратились поселению фраза это не агры не огорожен ну как в наших понятий пониманиях в нашем понимании деревне в древности города переводим это города есть как бы снабженная стену если снабжен они прекратились в израиль ходлу они переводят не он не стало обитателем виллич лайф это более точный период виллич лайф сис и сискин израил от шакам ти двора шакам ти м бис рай да никакого тут нету барака вен-авенома она встала она встала мать в израиль очень интересно как они это голосовали шик шакам ти ниши камти как можно пока я не встал а шакам ти что такая шакам ти не очень понятно ли шакэм на ли шакэм это по-моему вообще глагол который появляется скорее всего это было шакам ти они уже голосовали пост поста логическую эпоху шакам ти и шакам ти можно понять как ли шакэм то есть восстановить да но это глагол которым этой формы вот использование буквы шин для добавок корню для того чтобы создать новый корень да это это талмудическое уже изобретение может быть эпохи мишны но не танахи этого еще нет значит шакам ти вряд ли шкима и так далее да ты скорее всего это от шакам ти шакам ти двора но они поиграли восстановила но они переводят все равно как будто написано шакам ти когда коли не восстала я дебора такой не восстала я мать израиль да то есть полный беспорядок люди не могут ходить потому что что-то такое страшное дорогами опустили поселки ивхар элогим хадашот он избирает новых богов или избирают или из берут новых богов кто он ивхар не очень понятно народ мой ивхар илогим хадашот аз лохэм шиарин аз лохам шиарин лохам это в данном случае война это не лохам это не хлеб это лохам это война убийство из чего я и делаю вывод что слово лохам это мясо да аз лоха лохам шарин тут они видите по переводе за и чего они не очень понятно что за слово их х-хим хадашин как надо понимать то что они выбрали новых богов и надо ли это считать некоторым обработкой который ввели редакторы в эту песню потому что там могло бы что-то совершенно другое про богов и они это заменили непонятное трудно сказать вот но здесь не сказано что они оставили своего единственного бога сказано что они выбрали новых богов не знаю как это комментирую в принципе это хорошо очень ложится в адженду общего общей конструкции книги но я не уверен что это что изначально не могу сказать уверенностью что это здесь не слово ивхарди странно звучит возможно что ивхар а даже возможно это вообще поговорок да тот кто выберет возьмет себе новых богов у того вам будет варвар война в ворот мне кажется что вот это что-то не описание симультанного события а скорее цитата поговорки маген им имьера и в ромы в ромах б арбаим или в израиль видно виден ли был щит и копье у 40 тысяч израиль то есть мы не готовы к войне у нас не никакого не считание копья израиль насчитывает 40 тысяч что это означает понятно до 40 тысяч израиль но вместе с тем 40 тысяч это довольно реальная цифра для тех времен действительно возможно что каком-то нас на веке было примерно 40 ну понятно что арбаим это тем более арбаим элиф это круглое очень число и она используется вообще очень много но на существо может быть число похоже на реальность скажем население иудеи несколько позже правда несколько позже у меня давида рассчитывается примерно как 20 тысяч если два населения иудеи 20000 человек потому что к тому времени тогда в идее было меньше научим это такое нормальное число любом случае это просто описывается как народ народ который насчитывает 40 40 тысяч человек воин да значит у них нету любили хок и кай эсраэль сердце моё к вам как и кай по какие то есть прошу это скорее всего как тут написано начальники а может быть может быть закона закона законописцы потому что легко как и значит выбивать выбивать в скале выбивать в камне и отсюда пришло слово хок то что выбито в камне да значит что это за хоккей эсраэль это переводит как вождь вожди да может быть мое сердце к вам вожди израиля или может быть те кто дают закон израилю законники израиля но дальше на граммит надвим баам те которые те которые перевести делают на 2 похоже что без надвим мы не очень знаем по крайней мере я не уверен что эти периоды что эти вот здесь его переводит внезапно как ревнители а вначале было сказано с тем же самым словом вот что израиль показал рвение а вот рвение он переводит рвение ревнители амит надвим но в принципе надав это благородный благородный сам себе слова надо дали на лид на дэ в 1 1 1 до то есть в общем не очень понятно сколько мы сейчас правильно переводим это слово исходя из современного использования этого слова как доброволец здесь по контексту это не получается да значит нет надвим это возможно имеется ввиду слуги народная советском понимание слова то есть начальники до барху ашем благословите господи ослаблять но они присутствуют расставляется на барху блесдило знаете господи ревнетели хорошее слово она так как ревнетели хорошее слово да но она не имеет никакого отношения к корню надав не связано с ревнением с ревностью она связана с благородством то есть но благородные смысле что дворяне аристократы стать довольно интересный еще такой момент что когда мы читаем тору и когда мы читаем большую часть анастических текстов то у нас возникает ощущение какого-то чуть ли не демократического общества которое просто возглавляется царю там нету класса этих самых дворян его нет но не описывается но ясно что он был потому что в некоторых местах когда вот происходит какие-то описание важные люди из я вот например а можно вопрос я вот помню с прошлого еще всего что есть какие-то места где шовтима и логим это как бы ну они чередуются тот же смысл судьи используется да используется вот это вот как считается как считается какой у вас здесь вывод из этого ну видите вот судьи законодатели служители что-то тут такое вот как бы три подряд каких-то понятия связанных в общем за структурой со структурой власти да может быть хотя честно говоря я не очень доверяю мнению того что слова и логим может означать судьи она в основном мне кажется опирается может и чуть не знаю ну во первых есть страстное желание каким-то образом объяснить почему это слово так часто встречается в мощном числе и тогда его обычно переводят как судьи но есть там место что когда человек описывается рам который должен на седьмой год отпускаться еврейский раб ты можешь его на седьмой год отпустить свободы человек не может стать рабом если он не еврей там это вообще человеку ночка тут можно уже его до конца жизни эксплуатировать она это не только урифты было у всех но по крайней мере в туре есть закон о том что раба надо отпускать и седьмой год человек он продал себя в рабство за долги но он себя фактически не продал на вечное период как бы сдался в наем реальность была такова что люди не хотели выходить из рабства потому что выходя из рабства он тем временем он женился и там нарожал детей тоже нато не уходят и дети остаются у господина она это все говорит нет и в этом случае что делаю и тогда надо его вывести к или элогим лекарева то ли приблизить его к элогим да и это понимается его надо переставить реально к чему его приближают его приближают к притолоке дома и прокалывают ему ухо прижимают его ухом к притолоке и пробивают это гвоздем знак того что это ухо слышала и отказалась слышать что он свободный человек и вот отсюда делается вывод что элогим это суд но я думаю что это совершенно неправильное объяснение потому что мы видим что терафим вот эти вот башки они находились тоже приходят они были или кайрувин которые значит они тоже были хранителями входа и поэтому приблизить кого-то к этим самым богам это было за милую душу не надо подходить с каким-то судям которые сидят в воротах города чтобы разобраться со своей работой просто отводишь его к притолоке дома там где находятся боги и пробиваешь ему ухо поэтому я не уверен в том что это правильный правильная терминология правильное объяснение слова элогим я думаю что элогим всегда значит будет вот но это самое но да я не могу вспомнить где это было то ли в в законах было что там большие куски прямо и логим и логим и там возможно иначе понять ну давайте когда не дойдем до этого и посмотрим возможно это интересная тема вот начать здесь у нас и тимит на день тоже довольно правда трудно данных наде мы знаем да что наших языках прошу нам известно понятие благородство было связано с понятием не душевного благородства хотя они пытались их соединить там джентль благородный человек нежный человеком признать этот нежный человек который там до которого работает тысяча которые умирают время с голодом такой нежный благородные поступки сильно совершает вот если что-нибудь его за день что шпагу вытащит и вот здесь скорее всего то есть может быть тоже этими над ним это имеется благородная то есть князья там граф и так далее иерархия то есть те которые отдают себя для того чтобы командовать народом они бесплатно защищают народ который перевернутая перевернутый социум в котором люди жили испокон лекосе пара появилась цивилизации цивилизация как ну как вот система где люди договариваются кто кого будет мучить с тем чтобы все вместе они были не победили но это только мы живем в течение последних пяти тысяч лет как минимум мы договариваемся что значит ты будешь меня бить а я буду сносить это покорно за то уж потом когда кто-нибудь придет так мы покажем да это кстати обсуждено и мы обязательно не раздвижимся книги шмоле из потрясающий поэтому невероятно совершенно диалог невероятно ранее одного этого диалога стоит прочесть о том как начать что такое власть господь пытая господь устами право пашу ваш море пытается убедить и детства станем доставиться окей значит вот здесь вот такая вот история фактически здесь пока что мы увидели вот эту страшную картину разрухи и непонятки и какого-то темного времени да здесь есть припев мое сердце к вам начальники израилевы мои слуги народа прославьте господь ну понятно что господа мы можем сказать что это был что возможно тут был бааль кто угодно еще мы не знаем потому что мы понимаем что если там был другой бог если она не поклонялась другому богу то он не мог остаться в тексте и так далее но мы не знаем дальше появляется тоже интересный такой элемент которыми за страшно радует когда я вот нарываюсь на эти вот старые не появляются элементы реальность ездящие на ослицах это тоже описание благорода ездящие на белых ослицах сидящие на коврах и ходящие по дорогам и не очень понятно что это в данном случае означает они должны беседы с их уговорить сиху здесь они говорят ойти песни а здесь что они переводят у нас усид ин джадис это они сидят в одежде в одежде судей до аль мизин но вы знаете до слова в один дом один эти самые мундиры до ну вот непонятно как перевести медиан давайте мы на него глянем то у нас пятая глава уже видите она на самом деле выглядит как эта песня эти написано такими тремя колонками где мы находимся вот значит прозор от шикамки и так далее вот мы здесь находимся любили хукука израэль амит надвим бы амбар хуга шэм рух вы окна нот циву рот я швей я швей аль меди вискнем посмотрим они говорят мод слова марта это неже измерение или также класс гармон из какой-то какая-то одежда но о этих самых о коврах не сказано вообще ничего ниже то есть измерение а поршал ну в общем тут вот интересно даже если такая цитата мегат мадин и что чтобы это означало ну в общем тут много всякого не мазин тут мадиха 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 твои 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 это самое твой ему твои мундиры твой мундир да мадиха то есть мад это видимо какая-то официальная одежда или какая-то а вот тут есть карпик тоже кстати он говорит perhaps возможно возможно также и карты возможно также и ковек этот самый и это кстати они отсюда это выводит из нашего текста garland в общем тут вот есть эти варианты да давайте вернемся обратно к нашему тексту красиво да это все написано вот иначе что там происходит в алхай альдерах си они идут по дороге беседуешь в общем какие-то вот такие благородные мощные люди которые о которых она почему-то что такое появится николь маха цицин бэйн маша бим от голоса потому что переводят от голоса маха цицин маха цицин да они говорят собирающих стада а тут арчес наоборот стрелков из лука как стрелки из лука а здесь собирающие стада при колоде бэйн маша бим маша бим они запрямая как колодцы а здесь снимается и манга поджим плейс из помыш один они понимают как как там где черпают воду да что а вот и так далее но в общем между чем-то и чем-то от какого-то голоса каких-то там которые там что-то делают маха цицин скорее лиха цицин помогут на борт колоть камни вот кто-то там собирается да кто там колик камня вообще стрелки из лука почему-то появляются там они воспроизводят наверно охва они ну не хвалу а справедливости да и правды господни вот здесь перевод более точно взял шел река он дирайта секс of the lord цвет код перзона до исраэль их перзона мы только что видели что это будет скорее всего поселения и причем тут справедливость его поселения может быть справедливость его поселение в израиле азьерду лошаарим им вашем тогда они спускаются поротом ам-гошем народ господин ничего не до понятия невозможно можно годами красиво на ничего не понятно да но вот эти переводчики они выдумывать но смысл в общем то может быть довольно близко да то есть они что такое происходит какие-то вожди собираются кто-то там спускается к воротам и там значит народ господин он собирается ворота есть возможно они собираются на битву или они собираются на вечер ури ури дебора воспрянь воспрянь добора ури ури добри шир это скорее всего а она поет как как солистка а ей отвечает хор да мой свой свой нам дебора воспрянь 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 песен ком барак у шавэх шавэха восстань барак и захвати своих пленников бен авино вот видите барак однако же появляется а вот иди пленников своих он переводит виде пленников своих а здесь который сказано веди пленников лидио капсис или ували своих но в общем то здесь сказано шавэ шавэха шавэ шавэ шавэх а что значит захватывая своих ну конечно пленяй пленников пленяй пленников и вовсе не уводи конечно да то есть речь идет о при подготовке к войне азья рад сарид ле адирин тогда спускается от остаток великих один до ази 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 и рад ли бо givorin и народ господень он спуститься наверное мне в этих самых гипте в героя не очень понятно здесь например ник переводе за лорд кэзи down for me against the mighty. То есть Господь пришел против могучих. Для меня против могучих. То есть как бы Гошем, я рад ли, Господь пришел для меня, Баги Борин, против. Да? Ну, это можно как угодно переводить. Баги Борин, наоборот, он пришел ко мне, он вселился в моих этих самых могучих, в моих героев. А можно сказать, что он пришел, чтобы бороться с их могучими. Это совершенно и то, и другое достаточно непонятно. Да, значит, Азьярат Сарид. Когда спустился остаток. Then the survivors came down. То есть было что-то передать. Народ был сильно искреблен. Остатки, эти самые выжившие, они пришли. И дальше вот это вот Адзерим Ам. Что это за Адзерим Ам? Значит, они переводят народ против аристократов. То есть, в общем, можно как угодно выдумывать. И потому что действительно это очень трудно. Текст отруден он, потому что он написан на том языке, который нам известно. Он написан на иврите, гораздо более ранее. Попробуйте почитать сейчас. Там, в 12 веке было написано русская древняя песня. Ничего не поймутся. А всего лишь-то написано в 8 веках. Вот. Вот так. на этом мы остановимся, потому что время нашей стекло сегодняшнее, да? А дальше как вы видите, строчки много тоже интересных вещей. Но мы не будем торопиться, потому что тут невозможно торопиться. Нужно очень внимательно глянуть строчку и понять, в какой степени мы ничего не понимаем. Но это самое интересное понимание. Понимание того, что мы ничего не понимаем, это единственное понимание, которое мы сочетаем. Вот. И наконец-то нам дали такой текст, который нам полностью удовлетворяет нашу потребность в этом познании. И понимание. Да. Хорошо. Спасибо. Мы с вами остановились, да, мы дошли до 5-й, 4-й. На эфраеме. На эфраеме. Это что-то сейчас страшное. начнется, но только через неделю. Не пугайте, не пугайте, пожалуйста. Будем ждать. Не пугайтесь, наде Бога, не пугайтесь, я не стану вам вредить, вы знаете, трикаты. Ну, хорошо. Спасибо большое. Ладненько. Спасибо. Всего хорошего. Игорь Владимирович, Субтитры сделал неделю. Пока. Хорошей выходной. Пока-пока. Пока-пока.